Здравствуйте! Я вас приветствую на своем канале и снова с вами Валентина Никита. И сегодня мы будем с вами шить детское лоскутное одеяло. Праздничное, красивое и яркое. Такое одеяло вы в магазине не купите. Мы берем ткань, какая у нас осталась. Вообще я покупаю на погонный метр специально, так как я этим занимаюсь. Мне очень нравится шить детям одеяло. И вот смотрите, вырезаем картинки, пришиваем полосочки. Полосочки, вот я вам сейчас покажу, нарезаю я вот такие длинные полосочки. Вот у меня остатки, видите, материала. Я тоже это все подровняю и пришиваем это все по кругу. Это самый простой способ лоскутного шитья. Сможет любой и каждый. И потом, когда мы все это обшили по краям, отглаживаем. Бязь можно обметать, можно бязь и не обметывать. И потом собираем воеденное. Если у нас не хватает здесь клока, можно пустить квадратики, трехугольнички, полосочки. Какую-нибудь другую картиночку. Это девичье будет одеяло. Таких я уже две штуки сшила. Все они разные получились. Вот серия Леопольда у меня. Тоже заготовочки. Потихонечку я это все делаю. Собираем картинки так, чтобы они по цветам не совпадали. Чтобы у вас не было вот так вот желтое к желтому. Чтобы они у вас различались. Вот видите. Детям очень интересно разглядывать такие картинки. Вот так вот мы соберем. Сделаем какие-нибудь вставки. Окантовочки, трехугольнички. И вот теперь мои покажу одеяло. Это серия Маша и Медведь. Брала тоже бязь на погонные метры. Вырезала картинки. Сюда пустила квадратики. Здесь у меня на ткани была просто окантовка. И я ее пришила полоской. Она красивая, мне нравится. Обратную сторону я тоже делаю красочную. Прежде чем шить, я бязь стираю. Потому что некоторая бязь дает усадку, некоторая красится. Если у вас красится хоть какая-нибудь ткань, ее нужно убрать из работы. Это одеяло для мальчишек. Полуторка. Сделана она из трех видов ткани. От трех производителей. Видите? И я сделала это одеяло. У меня тут есть и старт, и финиш. Видите? И флажочки. Кому понравилось это одеяло, я могу продать за 4000. Внутри я вставляю всегда синтепон. Сейчас очень много наполнителей. И натуральные. И искусственные. Синтетические. Это губка Боб. Квадратные штаны. Также брала ткань. Вот она у меня с картинками. Вырезались картинки. Но так как картинки все повторяются, здесь мало разных картинок, пришлось ставить свои квадратики. Все это шьется просто. Ну, если вы с утра начнете шить одеяло, я думаю, что за день вы и сошьете. И вот теперь смотрите. Сделали мы верхушку. Мы все прогладили, разгладили каждый элемент. Взяли также низ подготовленный, постиранный, проглаженный. Кладем лицом на стол или на пол, кому как удобнее. Расстилаем наполнитель. В моем случае это синтепон. Кладу верхнюю часть. Все выравниваю. Наметываю каждый элемент. Потом я стягаю на машинке. 3,8,4. У меня строчка. Машинки у всех разные. На крупной строчке. Когда мы это все обметали, обязательно выравниваем края. И потом пришиваем окантовку. Окантовку мы пришиваем. Сейчас я кладчик возьму. Вот смотрите. Это у нас изнанка. Мы лицом кладем к изнанку полоску. Прошиваем ее. Вот так выворачиваем. И здесь подгинаем. И так же идем по кругу. Я таких полосок сшиваю штук 3-4. Вы можете сделать так же, скомбинировать какие-нибудь половинчатые из разных цветов. Можете с одного цвета. И так же длинную полоску я пришиваю по кругу. Вот и все. Если вам понравились мои работы, ставьте мне лайк. Всего доброго. До свидания. С вами была Валентина Никита.